вроде я виноградарь со стажем вроде знаю все умею но порой эту жабу себе по весне когда нормируешь убить саша знаю что такое жаба сам с этим сталкиваюсь как как хранил расскажи а хранился очень просто подполье подвал ящик и в один слой раскладывал видите куда без дубовского да в дубовского без дубовского совершенно наверное есть и дубовский розовый у меня в коллекции мускат дубовский достаточно интересная вкусная перспективная форма покажу в александр даже ужики ползают серьезно он какой красавец уж там да он полез туда в тепличку узик убежал из теплицы так юра ну что я думаю уже ты догадался да по поводу размеру я вижу что это слава украине селекция вишневецкая очень интересная форма и вкусная ягода грозди смотрите друзья какие александр тоже длинная удал метровая ну не полметрового сантиметров 40 да что хочу сказать это ну можно сказать прорыв просто прошлого года и в этом году я снова наблюдает ту же картину стабильно никаких трещинок никаких нету горошение все ровненько опыляется все равномерно зреет от не от верха до низа да очень хорошая достойно и перспективная форма качестве выращивания на ягоду я зайду с другой стороны потому что здесь еще побольше размеры а цвет цвет с краю желтенький но здесь точно сантиметров 50 ну да вот а вот еще длиннее тут еще больше да радости рулетку мерять но сантиметров за 50 точно да нет как не говори но форма очень удачная для наших условий для белоруссии я думаю что она даже потянет в открытом грунте конечно нужно соблюдать нагрузочку да где закладывают матри соответственно побег да надо строго нормировать да как видите одна лоза одна грозь то есть строгая нормировка ну и соответственно размеры впечатляют так юра ну что мы подошли еще к очередной здесь тебе дверь вижу формы до перемешку перемешивала это будет казанова да мы с другой стороны зашли и здесь да смотрите освещение получше солнышко поэтому цвет уже гораздо насыщеннее по казанове тут нам уже и вкус и ягода уже будет спелая и еще один представитель селекции калугина это красава ну что тебе хочется сказать красава да есть ровненькая вытянутая такой пальцевидной формы ягодка раздями не работал ничего ничего не делал здесь не надо не рыхлая гроздь рыхлая глупо гроздь сама по себе то есть тут общественно никаких и природился в принципе даже я тоже казанова тоже ты сам видишь там пару ягодах мелких а так посмотри вот покажи что здесь нагрузка тоже не маленькая ягода выровненная ягода ровная по срокам ягода уже готова ягода созрела это сорт достаточно ранний и стабильный из года в год одна и та же картина красиво красиво вкусно вот глаза уже вызрела хотя на горе еще конец августа а лоза уже вызрела что хочу рассказать перед вами байконур да это стабильно это ежегодно но вроде сия виноградарь со стажем вроде знаю все умею но порой эту жабу себе по весне когда нормируешь убить саша знаю что такое жаба сам с этим сталкиваюсь посмотри беда перегрузил перегрузил куст урожаем все и вот конец сентября казалось бы ягода уже вот вот ой конец августа да извините оговорился должна уже быть созрела практически быть готовой окрашены но перегруз говорит о том что созреет она не раньше чем недели через три то есть чему веду строгая нормировка одна гроздь один побег грозе здесь посмотри они килограммовые даже больше крупные крупные и очень большая крупная ягода все тоже не нужно с ней ничего не надо да прекрасно стабильная форма это байконур но строгая нормировка потому что будет перегруз и отодвижение созревания ягоды тот называется мускат диёвского как видишь ягода крупная зеленого и очень много крупноплодного смотрю да да она настолько крупноплодная чтобы теплицы друзья и нужно чтобы садить крупноплодные сорта потому что теплица чтоб как-то себя оправдала в будущем дальнейшем и чтоб ягода была именно крупноплодная ну то есть на улице многие крупноплодные формы не раскроется почему что ну порой год на год не приходится просто банально не хватает тепла не хватает сада то есть суммы активных температур теплицы это компенсируется даже с лихвой что приходится поставлять вот такие вот посмотри пенёчки а лодочки потому что не удерживать не держи до узко сильнейшие кто посмотри туда дальше покажи тут где такое про галинка есть пустота ну тут уже особо не получила она растет и потом саша закроет это пространство вот это получается левое крыло юра те вот сюда вот покажи сын это еще представитель селекции гусево это артек до его про него слышал посмотри размер ягода это крупняк да какой тут 5 сантиметров с лишним сто процентов и посмотри это гроздь станет там даже туда можно вести камеру с той стороны перемешку с мускатом пиевского посмотри какая крупноплодная да есть пару там гараж горошинок но это не теряется да да то есть форма интересная она уже в том году меня заплодотина заплодоносила артек так юра ну что мы подошли еще к одному сорту с моей коллекции это сорт селекции михаила гречко под названием толдун что характерно для этого сорта очень плотная хрустящая мякоть то есть когда ты его ешь ты такое ощущение что ешь огурец нагрузку тянет отлично как видишь на подбег раздин на пробег хороший неплохой сахар ягода уже готова подошли с тобой к ряду вот этот ряд можешь показать потом это целый ряд форум селекции гусева зайду сюда между рядами целый ряд секционер за россии гусев так ну что темная лошадка скажем так не знаю ничего информация пока не владею это сигнальные грозди сорт bonaparte сорт среднего срока созревания то есть ягода еще не готова ягода дуется глаза уже вызрала да глаза зреет уже метра два и даже скажу друзья лоза такая не слабенькая вызревание отлично да листик я тут нижние листья я еще не обрывал то немножко уже они уже отработали они уже старые до желтеют все ну так и на дворе теплицы и саша боится что может солнце чуть-чуть доллится с вайсом улица яркая в гомель особенно за тридцатку лист еще не обрывался да поэтому не смотри нижние листья не лучше же отработали свое все дело сделали да евро очень красиво насыщенно посмотри она еще больше крупная очень крупная вообще класс я то есть я думаю этот сорт пойдет даже на хранение то есть к новогоднему столу такая ягода будет ростом бомба и это тот первый синий вообще вообще хранил как как хранил расскажи а хранился очень просто подполье подвал ящик и в один слой раскладывал просто ложил чем-то переложил еще не приложу просто пасмас свои ящики с листиком без листики с кусочками старой древесины делал часть тоже в баночку что питание шло где-то так все таки да когда ложишь крае лозы в баночку то есть воду летания дады то гор ягоды не теряется вот гораздо лучше гораздо так эффективнее ну и и просто положить в ящик на уши была температура должно быть а должна быть про хранение конечно да идеально было там плюс 1 2 радуса то есть ближе к нулю не ну 1 2 там ну да низкая температура а так подполье было но то у меня глубокая температура где-то было в районе там пяти семи но может быть где-то подымалась ездить когда плюс десяти но ничего ягода спокойно долежал не говорю что там было без изъянов где-то немножко она уже подморщилась даже один и я таки что тоже у своя даже подморщенная на нового это своя на своя это очень приятно и вкусно спасибо за информацию так мы что мы подошли к следующему кусту селекции гусева фуру называется гамлет в этом году это уже первого подношения в том году были сигналки ягода розово окрашенная гармоничного 3 сегодня до 3 год кусту ягода розово окрашена гармоничного вкуса без каких-то изысков и изъянов вот мы попробовали такая освежающий вкус уже неплохой сахар уже готов к употреблению ну что тут еще интересное размер грозди опять же на большой длины грибни ножки гусева получается в основном все формы к тоже крупноплодная посмотри да тут она юра ну не знаю около килограмма ягода тяжеленькая и смотрите друзья обратите внимание тоже что гроздь рыхлая рыхлая сама нужно с ней работать это очень с одной стороны плохо когда плотная гроздь и очень много времени отводить для того чтобы прореживать ее а так она по сама по себе растет рыхленькая красивенькая друзья еще одна форма в честь александра ну не в честь александра так само так совпало но все равно довольно интересная форма пускай сам скажет форма достаточно интересная форма вкусная форма с насыщенным мускатным не ароматом а именно вкусом под названием мускат дубовский видите куда без дубовская там дубовского но без дубовского совершенно верно есть и дубовский розовый меня в коллекции мускат дубовский достаточно интересная вкусная перспективная форма после тоже уже здесь и облюбовали да потому что ягода уже созрела ягода уже хороший сахар вот хороший вкус готова к употреблению так следующий представитель селекции гусева это джина кишмиш нет просто просто джина просто жирн есть и джина есть кишмиш джин да нет это джина селекции гусева что хочу сказать да здесь мускатов мо вкусенка а здесь мускат есть и очень хоть и хорошим искать и само что характерно цвет ягоды смотри какой желтого то даже янтарного цвета ягода уже готова полностью готова вкусная ароматная с ультра ранее ну не ультра ранее здесь на ультра не выйдет но раннего вот она буквально за эти последних три дня когда было на улице плюс 30 она дошла созрела все готова к употреблению ну что еще одна вкусняшка с моей коллекции как я уже говорил раньше здесь сорта этот ряд именно все сорта селекции гусева это пестрые ну что могу сказать очень ранний срок созревания очень насыщенный мускат цвет курсе все на высоте ты доволен этой формы да я доволен я сейчас своим друзьям многим виноградом буду рекомендовать все таки вот она провисела уже провисела готовой недели две как ты видишь ягода ту гор не теряет висит отлично и я думаю что с ней можно будет поработать почему что потенциал грозди есть хочу за ржа рыхлая броса что же рыхлая до потенциал есть то есть это кусты молодые без запаса старой древесины я так думаю что здесь будет все в порядке открытый грунт как думаешь потянет смело сажать можно и в открытый грунт ягода уже была готова две недели назад так ну что еще одна форма селекции гусева это уже темно окрашенная форма том году уже были сигнальные грозди в этом году первый урожай качи не очень большой вот форму под названием тимати также доволи такая она наслышанная форма что характерно такая мармеладная немножко мякоть но такая очень плотно с хорошим ароматом богатой гармонии рано стабильно и с возреванием лозы уже считаешь и процентов на 90 то есть перспектива форма которая будет радостным урожаем из года в год не смотря на любые катаклизмы друзья пробежались мы по винограднику и как я в начале ролика сказал что александр и наталья это виноградно-цветочная ферма и хотелось бы еще показать вам вот эти цветы которые они выращивают трудятся над ними и показать эту красоту но просто я не могу пройти мимо не александр немножко там что сможет секреты никто не выдает конечно но что сможет он расскажет про цветочки до рассказывать за выращивание хризантемы крупноцветковой конечно это отдельно долгое долгий скажем так можно сюжет заснять что хочу сказать что допустим вот это вот кремист белый это называется сорда выращивать можно и на улице можно выращивать закрытом грунте как в один побег вот так же можно в два-три сорт интересные стабильно очень красивый но тоже веру ты можешь показать что у нас растут и другие сорта там желто окрашены там будет расцветать бело окрашенные красные фиолетовые различные будут бордового цвета цветы ну что уход юра уход как за любым растением как за виногрятом так за цветком надо ухаживать да да смотри ежедневно работать покажу в александр даже лужики ползают серьезно он какой красавец уж там да он полез туда в тепличку узик побежал из теплицы но вернемся к цветочкам красота просто красиво я вас тома смотрите какие объемы вот это трудяй и семья которая занимается цветочками очень красиво мне вообще мы занимаемся в приоритете у нас это весенние культуры то есть это рассада петунии сульфинии подвесного кашпо это наше скажем так то есть наше занятие цветоводством разделено на две части весна это цветочная рассада осень это срезка именно хризантем крупно цветковых то есть нас тут два направления ну и мое хобби мое увлечение это виноград так и ну что еще один представитель наших наши работы до нашего бизнеса это новая культура которую мы начали недавно осваивать это альстромерия или перуанская лилия да вот такие красивые разноцветные цветочки они тоже идут для среза осваиваем технологию для нас это ново это неизвестно и это интересно а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...